И вновь нас встречает мой аккаунт девятой ратуши, девятый тх, для того, чтобы закрепить все-таки микс с квинхилом и лавашом вместе с квинхилом. Если не видели вчерашний видос, обязательно посмотрите. Сегодня же мы закрепим результат, сделаем, возможно, какие-то работы над ошибками, что-то такое. Ну и также еще одна причина, достаточно веская, по которой я решил сегодня зайти на этот аккаунт, это все-таки игры кланов. Очень скоро закончатся игры кланов, через 4 часа 2 минуты, возможно, когда вы смотрите этот видос, игры кланов уже закончились, и вы выбираете награды, не знаете, что взять, хотя, по-моему, в этих играх кланов все плюс-минус очевидно. Да я и сам думал записать сегодня видос по играм кланов, но 4 часа ждать, ё-моё, не этот перебор, я лучше сейчас запишу видео, еще одно по девятому танхолу, люблю эту ратушу, люблю миксы на девятке. А вот эти игры кланов уже потом как-нибудь разберемся. Так о чем это я? Я о том, что хоть я играл на этом аккаунте очень много, я думаю, если вы смотрели мои видео последние, вы в курсе, что на этом аккаунте я часто проводил время, ни одного задания на играх кланов я не взял. Потому что этот аккаунт, он девятый танхол уже, я не знаю, миллион лет приблизительно, так, 200 гемов. Забираем приблизительно миллиард, может быть, даже лет, этот аккаунт находится в состоянии девятого тх, и переходить на десятку он, ну, вообще не собирается. Вообще не собирается, и поэтому на игры кланов последние я тут абсолютно всегда забивал, но сейчас что-то, ну, не знаю, гемов что ли поднять, бабла приподнять. Короче, решил выполнить одно задание, уже сделал одну атаку, потом позже чуть вам ее покажу. Осталось провести еще две успешные атаки для выполнения этого квеста. Ну и как сказал, давайте пробустим героев и закрепим все-таки Квинхилл плюс лаваш на девятом тх. Пока что Миксия показывает крайне имбово, вот такой вот состав армии. Запас по юнитам обычно в конце сносов ловы тх9 большой. То есть, единственное, что меня тут смущает, это количество времени, но Квинхилл это всегда много времени на атаку. Ладно, я в подбор нахожу оппонента сильного какого-нибудь тх9, и для вас буквально через пару секунд мы отправляемся в боёку. А вот и первый оппонент, достаточно сильная девятка, и как по мне, на очень противные расстановки крепость клана в самом центре вместе с героем располагается. Будет интересно попробовать эту расту вскрыть, посмотрим, что из этого выйдет, атака уже началась. Я, как обычно, трачу первые секунды на то, чтобы просто поболтать с потенциальными зрителями, которые даже пока что ещё и не зрители, потому что я записываю же видос не в онлайн-режиме, а до того, как замонтирую его и залью на ютуб. Ладно, это не важно, нам сейчас важно сделать первый подрыв забора, мортиры там нет, поэтому рвать забор можно прямо здесь и сейчас. Забор подорван, давайте запустим миника, чтобы Квина зашла всё-таки в нужную секцию, по идее должна зайти сейчас в нужную секцию. Нет, она идёт дальше. Окей, есть ещё вот такая вот тема. Кстати, что ты творишь? Королева, блин, лучниц. Поздно я кинул фриз, чё-то как-то офигел я с того, что Квина пошла куда-то не туда, куда я хотел. Ну да ладно, запускается Квина внутрь и выходит крепость клана. Вот это просто вообще супер сок. Мало того, что крепость клана была внутри, не зря мы ещё к этой крепости клана долбились. Она всё-таки действительно была. Тридцатая Квина переживает тычку от электрика, так что тут за Квину особо не переживаем, но уже пора бы запускать на самом деле вторую часть этого микса, а именно лав и шаров. Сначала выпущу лав для того, чтобы собрать все ловушки, а затем уже следом запущу шариков, чтобы они потихонечку подлетали к зданиям, уже обезопасным от ловушек. И подкидываю хейсты, чтобы эти здания быстренько-быстренько убивались. Квина сама поражалась. Фух, спасибо большое обновлению, которое вышло уже, наверное, около года назад. Но тем не менее, Квина сама прожимается и не обязательно это делать тебе, как игроку. Ну и подкидываем хейсты, чтобы уничтожать здания, вот. Кто-то мне писал там в комментах что-то по поводу того, ты не обращаешь внимания на то, где чистильщики стоят. Не знаю, может быть этот человек прав, конечно, но как мне кажется, в этом миксе самое важное это запустить Квинхилл и вынести с Квинхилла как можно больше ПВО. А что самое важное, это крепость клана обезвредить. Ну и Квину вражескую, вот это самое важное. А уже в зависимости от того, где у тебя предзаход с Квины был, у тебя выбора нет, откуда пускать этих лав и шаров, чтобы они максимально себя эффективно показали. Под зельями ускорения чистильщики, не знаю, помешать могут, наверное, только в одном случае. Это если ПВОшки как-то хитро расставлены, и лавы полетят в одну сторону, а шары полетят в другую, и чистильщиками еще этого усилится все. Но это все, в принципе, читается, когда ты атаку строишь, поэтому не совсем понял этот комментарий. Вот, как мне кажется, в этом миксе самое главное это предзаход с Квины. Тут была достаточно стремная тема, темная тема в начале атаки, когда Квина, из-за того, что я миника скинул поздновато, справа на почистку круга, Квина пошла вдоль стены. Вот тут я такой подумал, блин, что сейчас будет? И на самом деле мне эта ошибка не простилась, минуснулась одна хилочка из Квинхилла, соответственно, Квинхилл стал менее эффективным. Но, вроде бы как, все нормально, запас по миксу был, треха выбито, все отлично, все оверайт, движемся в следующий бой. Еще одна, как мне кажется, интересная база, и вот так вот повелось, если база хорошая по прокачке, хорошая по дефу, хорошая по забору, Квина в наличии, то и, как правило, расты интересные. Вот я прокликал миллиард, наверное, квадратных расстановок перед тем, как найти вот эту вот базу, и должен вам сказать, что квадратные расты отвратительно еще и к тому же были вкачаны. Ладненько, опять трачу драгоценные секунды, а хотел еще вам пожаловаться на то, что мало того, что говорить сложно после долгого подбора, так еще и, блин, после булочки пасхальной как-то вообще дыхания не хватает, перехватывает, еще очень сильно это отвлекает. Ладно, захожу опять со стороны квины, там еще рядышком две ПВОшки, и до радиуса крепости клана мы тоже доберемся. Квину всегда берем во внимание, я даже тут рейдж потратил специально, чтобы квину быстро вынести, чтобы вообще никаких проблем не было. Ну и пробил заодно под рейджом забор, под рейджом забор рвать это благое дело. Короче, заводим квину ближе к центру, и насколько я понимаю, прекрасно мы тут добираемся до двух ПВОшек. Еще один рейдж туда всаживаем, сейчас быстро устраним две ПВОшки, и доберемся уже, в принципе, до зоны агро крепости клана. Странно побежал бомбер к 100, а жаль, а жаль, что бомбер туда побежал. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы этот парниша все-таки подорвал секцию внутри, и вообще Квинхилл бы мог тут зайти идеально. Но зашел он, в принципе, так. Нормально, но мог бы и лучше. Запускаю уже лав сверху, вот, раскидка будет такая, немного, наверное, экспериментальная в какой-то мере, потому что ПВОшки, видите, где расположены? А там здание деф, ок ты. Я вроде бы там и запустил, да, лаву, специально, чтобы разминировать бомбы. Но все равно, красная бомба выжила, и шары получили поебучки. Ой, извините. Сори за мат, больше не повторится. Вот, короче. Достаточно такой интересный был момент. Вроде бы специально запустил гонку с 12 часов, чтобы она наискосок так пролетела к ПВОшке. Ей безвредила бомбочки. Но бомбочки оказались умнее ПВОшки, и получилась вот такая вот ерунда чуть-чуть. Ладно, по атаке опять как-то, не знаю. Может быть даже это скучно чуть-чуть, потому что как-то слишком легко трешки берутся. Прям Квинхилл заводишь, минус вражеская Квина. В зону агро, крепости клана заходишь, крепости клана тут не оказалось. Фриз, если что, на крепость клана был. Пойзан, если что, можно было скинуть на КК. Убиваешь кучу зданий, потом запускаешь этих лав с шарами. Лавы подлетают к ПВОшкам, ловушек там нет. Подкидываешь ускорение на шаров, шары залетают, убивают все. Если адская гончая разваливается, как правило, это еще и на руку бывает, потому что эти щенки очень много урона вносят, и потом мирные строения набивают. Кстати, да, достаточно интересный такой момент, про который я, наверное, не говорил. Это когда атака проходит слишком легко, вот слишком легко, когда проходит атака этим миксом, лава ни одна не лопается, и к концу атаки у тебя три вот этих вот пса летают, и у них урон очень маленький. Если они вот в этом вот цельном состоянии, у них урон очень маленький, и тогда добив очень долго будет еще происходить. Ну, времени хватит, просто на это смотреть будет еще не совсем весело. Ух, ладно, гон на базу возвращаться. Говорил вроде бы в начале видоса, что может быть покажу, может быть не покажу эту атаку. Вот атака, которая была сделана до записи видоса, чтобы размять как-то клешни, хотя не особо и получилось. Короче, вот эта вот атака на 10-й ТХ, тут здания дефа какие-то вкащены, какие-то выставлены, какие-то нет. Ну, короче, все выставлены, на самом деле все здания выставлены, новый забор выставлен, и, ну, в принципе, это заброшка ТХ-10. Показывать, не показывать эту атаку я вот до начала записи видео не знал, вот, ну, по итогу вы видите ее на экране, значит, я решил ее показать. Короче, вот такая вот атака на ТХ-10. Вначале произошел странный немного момент. То, о чем я говорил, в принципе, в видеоролике, не стоит недооценивать королеву лучниц вражескую, и, несмотря на то, что она достаточно низкого была уровня, все равно прожатие почему-то понадобилось на королеве. Это очень странно было, я был удивлен, потому что вроде бы и баночка рейджа, и все дела, все равно квина прожалась. Хотя, по-хорошему, способность должна была сохраниться, потому что квина, ну, была слабее гораздо, чем наша. Ну, и потом лавы с того же фланга, куда идет квина, запускаются лавы, запускаются шары, ну, и полетели тут мирные здания уже колотить. Ну, как еще, конечно, здание дефа надо добить, но я уже забегаю вперед и говорю, что все будет хорошо, и надо будет уже добивать мирные здания. Не самая идеальная атака, но и, в конце концов, это все-таки, хоть и заброшка, но 10-й танхол. То есть, у тех же башен лучниц, у тех же пушек гораздо больше урона. И я вспомнил, на самом деле, причину, почему квина прожалась, это потому что внизу стояли две вот эти вот пушки, вкачанные на ТХ-10 уже один разок, и они долбили квину. И этого урона оказалось, ну, больше, чем привычно ты видишь на 9-м танхоле. Короче, вот такая вот атака на 10-й ТХ, тоже трешка, просто для того, чтобы вы имели в виду, что так тоже можно делать. Мало ли, вы не знали. Или что-то такое. Ну и вот, собственно, выполнение того самого задания, для того, чтобы выбрать можно было награды в каждом из тиров, хотя бы по одной штучке. Ну и большинство, конечно, наград просто превратятся в гемы, потому что на этом аккаунте, ребят, мои богатства, они чуть ли не не знают границ, реально. Тут богатства какие-то несусветные, но и на 10-й танхол этот аккаунт вроде бы как никогда не собирается. И 1300 медалек на ЛВК. Вот такие вот пироги, ребят, вот такие вот пироги. Началось событие на ускорение армии за один гем, так что если думали пофармить, самое время этим заняться. Ну а с вами был Граф Токсик, спасибо большое за просмотр. На этом моменте, напоминаю вам, ставить лайки, подписываться на канал. Продолжается марафон, каждый день выходит новое видео, но если быть честным, ребят, я уже немножечко подустал. В связи с ситуацией в мире, очень мало сейчас рекламы в видосах, поэтому заработок с видосов сократился чуть ли не там, не в 3 раза, в 2-3 раза упали доходы, поэтому выпуск видосов сейчас не самый выгодный, а у меня марафон как раз на это время пришелся. И короче, сил тратится много, а выхлоп с этого не самый большой, поэтому немножечко я уже подустал. Фух, пожаловался под конец видоса, теперь точно можно попрощаться. Граф Токсик на связи, заходите на стрим через пару часов на этом канале. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok